Китай надеется на стабилизацию отношений с США после смены власти. Как сообщило издание Bloomberg, лидер КНР Си Цзиньпин поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и призвал к стабильным связям между двумя крупнейшими экономиками мира. Как новый срок Трампа повлияет на отношения Вашингтона и Пекина в материале моих коллег. Избрание Дональда Трампа новым президентом США вносит большую неопределенность в отношения штатов и Китая, говорят эксперты. Среди прочего, Пекин готовится к трению с Вашингтоном по вопросам торговли и острову Тайвань. По мнению экспертов, самый большой риск для Китая заключается в том, что Трамп может выполнить свои предвыборные обещания и ввести тарифы в размере 60% на весь китайский импорт в США. Согласно свежим таможенным данным, экспорт Китая в октябре 2024 года вырос на 12,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым ежемесячным ростом за последнее время. Значительное повышение тарифов на импорт может серьёзно повлиять на экономику Китая, которая и так страдает из-за высокой безработицы среди молодёжи, длительного спада на рынке недвижимости и государственного долга. А Трамп может использовать угрозу тарифов, чтобы заставить Китай вернуться за стол переговоров, как он это сделал во время своего первого срока полномочий. Китай, в свою очередь, заявил, что готов искать компромисс. Китай готов укреплять связи, расширять сотрудничество и разрешать разногласия с Соединёнными Штатами на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Мы надеемся содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских экономических и торговых отношений, принося пользу обеим странам и всему миру. Председатель КНР Си Цзиньпинь поздравил Дональда Трампа с избранием президентом, высказав пожелание, чтобы две страны ладили, а также укрепляли диалог. По мнению экспертов, руководство КНР опасается, что администрация вновь избранного президента Дональда Трампа может оказаться гораздо более радикальной в отношении с Китаем, чем администрация Байдена.